всем привет сегодня у нас на столе три кофе-машины по сути дела это одна и та же база даже можно сказать одна и та же машина но в разных воплощениях и так поподробнее что же это за машины справа у нас черная saeco xelsis слева у нас philips saeco уже xelsis а по центру у нас гаджи академия который единственный на данный момент производится единственную можно купить новую производится она в италии в то время как слева и справа кофе-машины уже не производится для сравнения было бы неплохо иметь на столе гаджи абабила saeco exprelli и saeco энергика это тоже очень интересные аппараты на этой базе но будем довольствоваться тем что есть во всех трех кофе-машинах есть система sbs которая расшифровывается как saeco brewing system это возможность в кофе-машинах saeco регулировать скорость заваривания кофе путем снижения протока в выходном диспенсере то есть снижая скорость протока кофе вы управляете экстракцией этот круглый регулятор есть система sbs и хоть гаджи формально не является saeco но мы все прекрасно понимаем что это просто форма ребрендинга все эти машины также имеют регулировку предварительного присмачивания благодаря ей и системе sbs эти машины являлись и являются топами у компании saeco philips также гаджи многие до сих пор гоняются за ними на б.у. рынке и наверное не зря так как они до сих пор являются очень интересными аппаратами для покупки у этих машинок хороший капучинатор который качественно взбивает данный стакан капучинатора подходит на машинку гаджи подходит на машину saeco он подходит на все эти машины вот и он является скажем так лучшим наверно стаканом для приготовления капучино а также других молочных напитков в данных вообще у данных производителей то есть у saeco philips гаджи это лучшее наверное решение вот он имеет систему самоочистки через ручку давайте сравним чем отличаются у нас две машины академия от гаджи и экселсис от saeco у нас вот две машинки есть вскрытые они находятся в ремонте то есть машины пока не очищены вы видите в том состоянии в котором они пришли в сервис вот и мы сейчас посмотрим по узлам по внутреннему устройству насколько эти машины друг от друга отличается действительно ли это одна и та же машина это у нас гаджи академия сбоку у нас распределительный клапан у которого болячка бывает подтекание в данном клапане у нас меняются детали датчик протока в этом блоке у нас нагреватель элемент стоит дополнительный нагревательный элемент переходим на саеку к селсис распределительный клапан также блок бойлера также у нас дополнительный бойлер ну датчик протока датчик протока все в одних местах смотрим сверху здесь у нас кофемолка с винтовым шнеком горизонтальные керамические жернова емкость для воды подключение подогрева чашек сверху на гаджи но этот защитный кожух у нас снят ну что мы с кофемолкой занимались чистили вот также у нас подключение сверху нагревы нагревателя здесь у нас еще датчик висит подвиж подвешен датчик крышки здесь также этот датчик крышки вот он висит датчик крышки то есть сверху у нас все то же самое сбоку у нас все тоже самое делаем поворот и так сравниваем две машины сзади на акселсиси у нас маленький насос на капучинатор большой насос на основные виды работы напитков также два буллера мы видим как здесь у нас виднеется плата это датчика это у нас датчик уровня воды емкостной переходим сюда опять же нас датчик уровня емкостной маленький насос большой насос но это же помпы здесь у нас опять же бойлер один бойлер второй датчик протока то есть все также одинаково на гаджи у нас стоят термореле стоят сбоку бойлера на кселсиси у нас термореле стоят с другой стороны бойлер это пока единственное отличие по внутрянке я вижу вот здесь мы видим так и здесь мы видим здесь история такая же то есть установка термореле термореле у нас на втором бойлере тоже производится в другом месте вот здесь термореле стоят немножко другом месте то есть ну кроме установки термореле пока разницы не вижу вот платы сравнивать ну наверное смысла нету они в общем то одинаковые должны быть единственная прошивка отличается потому что передней платы у нас уже будут отличные вот потому что на этой машине у нас сенсорное управление не забываем здесь кнопочные опять же другого бока мы смотрим отличие здесь у нас корпус металлический стальной поэтому земля у нас идет на корпус на гаджи у нас корпус пластиковый и заземление соответственно у нас нету на корпус за исключением этого у нас получается идентичные машины ну и спереди посмотрим заварочное устройство у нас заварочное устройство с мембранкой вспоминаю что машины еще не чищены и вы видите их в таком состоянии в котором они поступают в сервисный центр на этой машинке у нас тоже мембранка стоит здесь у нас с клапаном система здесь тоже но она снята потому что машина уже в стадии ремонта у этой машинки проблема с кофемолкой в этой машины проблема с капучинатором и с утечками вот то есть машинки могу сказать отличные эти уже не производится но на смену им у нас есть гаджи академия поэтому могу посоветовать всем к покупке отличный аппарат забыл упомянуть что в 2017 году появился новый кселсис с новым дизайном но уже без системы sbs это уже не тот аппарат который мы рассматриваем поэтому заострять внимание на нем уже не будем так как кофе он будет делать так же как любые philips на базе саека минута если покупать кселсис то это вот тот старый олдскульный селсис либо его воплощение в гаджи академии на этом все всем пока до новых встреч